Традиционный сход граждан на этой неделе состоялся в Дмитриевском сельском поселении. Основной темой мероприятия стали вопросы, посвященные первоочередным проблемам муниципалитета. На сходе присутствовали глава района Заурха Мирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Для комплексного и всестороннего рассмотрения обращений участия во встрече с жителями приняли представители профильных ведомств. Встреча началась с отчета Муртаза Пшизова о проделанной работе за 10 месяцев текущего года. Муниципальное образование Дмитриевское поселение ограничит с Герухаевским, Джуракаевским и Тендуковскими сельскими поселениями. В состав муниципального образования входит 10 населенных пунктов. Общая площадь поселения составляет 6685 гектаров. Из них сельхоз в угодье, то есть пашины, 4341 гектара. Земли поселения составляют 65 гектаров. Средняя численность населения составляет 3 318 человек. Это 16,6% составляют пенсионеры. Пенсионеров, значит, 554 человека, детей под опекой 16, многодетных семей 90. На социальном обслуживании состоят 47 пожилых людей. Если смотреть по движению населения, рождаемости и смертности, за аналогичный период 21 года рождаемость была в составе 27 детей, умерло 51. В этом году, за 22 год, родилось 19 детей, умерло 31. Видим, что из таблицы родилось на 8 ребенка детей меньше по сравнению с 21 годом. Трудоспособное население муниципального образования – 1557 человек. Из них занято в различных сферах деятельности. В бюджетных организациях – 160 человек. В сельхозпредприятиях – 232 человека. В прочих организациях – 487 человек. Работает 24 КФХ. За отчетный период открылось 11 новых индивидуальных предпринимателей и КФХ вместе взятых. Жители поселения участвуют в программе государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям лично-подсобное хозяйство, открытие ИП, поиск работы и осуществление иных мероприятий. Что сделано за 22-й год? Были проведены субботники, чистые четверги, где проводились мероприятия по расчистке и побелке лесополосы вдоль республиканских дорог, уборке мусора и устранении санкционированных свалок, скашивание сорной растительности. Систематически меняются лампочки уличного освещения. Те последние заявки, которые были созданы, все это мы уже заказали, все оно готово. В ближайшее время, практически, наверное, скорее всего, на этой неделе мы уже эти заявки осуществим и доделаем. По установке уличного освещения, что касается. Ремонт насоса водонапорной башни Хачемзи, переселение граждан из аварийного жилья, оказание материальной помощи в виде подарочных комплектов для детей с семью с новорожденными детьми. Там тоже могу озвучить сумму на 22 925 рублей. Обработка общественных территорий против клещей, это детско-игровые площадки, центр, оказание также материальной помощи малоимущим жителям поселения. Дальше сформирован земельный участок под спортивный комплекс открытого типа в поселке Дружба. Произведен ремонт электрических сидей с заменой электрических опор. Но это то же самое, это с общественным советом, с нашими депутатами по заявке, вот они здесь присутствуют. Был полностью осуществлен ремонт, капитальный ремонт хутора полностью политоотдел, с заменой электрических опор, полностью проводов, трансформатора. Также эта работа сейчас ведется на стадии завершения в хуторе Красный Фарс. На очереди стоит поселок Дружба, улица Садовая. То есть работа еще ведется. Еще и в Дмитриевском улице Молодежная была полностью проведена эта работа, замена. Для улучшения качества потребления поставляемой электроэнергии. Там были очень большие проблемы с напряжением. Отмежеваны земельные участки под тротуар в поселке Дружба по улице Шоссейная. Это, я как сказал, хутор политоотдел и до школы поселок Дружба. Также был отмежеван земельный участок под тротуар в ауле Хачемзи, полностью улица Ленина. И эти все участки мы передали в Адыгей Автодор для дальнейшего проектирования под пешеходную зону, то есть под тротуар. В первую очередь мы, естественно, учли эти моменты, поскольку социально значимые объекты находятся на этих улицах, поэтому мы их в первую очередь подали. Начато строительство врачебной амбулатории в поселке Дружба. Также отмежеван земельный участок, то есть сформирован земельный участок под строительство ФАПа в хуторе Красный Фарс. Приобретено помещение для проживания многодетной семьи в поселке Комсомольской. Выполнены топографические съемки по улице Шоссейной, 18 в поселке Чахрак. Для дальнейшего проектирования дворовых территорий и благоустройства этого двора на сегодняшний день будут также выполняться топосъемочные работы по другим оставшимся дворовым территориям, тоже по Шоссейной, там 21, 23, 25, 27, для проектирования. Что касается планов на 23-й год, это завершение строительства врачебной амбулатории в поселке Дружба, участие в республиканской программе инициативное бюджетирование, участие в республиканской программе гражданская инициатива, реконструкция СДК Лохачемзи, выполнение и проектирование дворовых территорий для благоустройства всех многоквартирных домов. Перед жителями поселения с отчетом о проделанной работе выступил и участковый полномоченный полиции Межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский. С начала 2022 года на обслуживом участке оперативная обстановка остается стабильной. Всего на территории Дмитриевского сельского поселения совершено 21 преступление, из которых нераскветными остается 5 преступлений. Мероприятие направлено на раскрытие данных преступлений и привлечение к ответственности лиц всего совершивших проводится по настоящее время. Подавляющее количество совершенных преступлений на обслуживанной территории относится к категориям имущественного характера. С учетом складывающейся оперативной остановки и стабилизации на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия с подучетными контингентами, которых на обслуживанном участке проживает ранее судимых 14 человек, условно осужденных 5, лиц, страдающих наркотической зависимостью 0, лиц, страдающих психоневрологическим заболеванием 1 человек. Состоящие на учете в отделе по делам несовершеннолетних МВД России Кашхабльский 1 человек. В целях выявления и раскрытия преступлений на обслуживанном административном участке проводились следующие мероприятия. Операция «Быт. Алкоголь», в ходе которой проводились профилактические мероприятия, направлено на предотвращение правонарушений в социально-бытовой сфере. Проверяли лица, состоящие на профилактических учетах, ранее судимые, осужденные к наказанию, не связанным с лишением свободы, с которым постоянно ведется профилактическая работа. В ходе проведения данной операции на территории Дмитриевского сельского поселения выявлено два факта незаконной реализации спиртосодирающего продукции. За отчетный период на территории Дмитриевского поселения выявлено 168 административных правонарушений. Также было зарегистрировано и рассмотрено 65 обращений граждан, которые были зарегистрированы в книгу учета сообщений о преступлениях, которые были рассмотрены в установленные сроки. И по каждому из них было принято процессуальное решение. Также на территории сельского поселения проводились мероприятия по охране общественного порядка при проведении различных массовых мероприятий, посвященных празднованию 9 мая, последние звонки в школах и так далее. За время проведения этих мероприятий нарушение общественного порядка недопущено. Прием граждан по личным вопросам осуществляется три раза в неделю. Во вторник с 17 до 19, в пятницу с 18.00 до 20.00 и в субботу с 16.00 до 19.00 в здании администрации МО Дмитриевское сельское поселение. После обсуждения основных пунктов отчета главы поселения начался активный диалог руководства района с местными жителями. Активно обсуждались многие темы, касающиеся разных сфер деятельности. Анализ поступивших вопросов показал, что население особо волнует вопросы, связанные с освещением, установкой автобусной остановки, низким напряжением электричества и многие другие. Все они взяты на контроль главы района и, конечно, по возможности будут решаться. В процессе встречи жители имели возможность задать интересующие их вопросы не только главе поселения и главе района, но и присутствующим руководителям служб. Подвел итоги встречи глава района Заур Хамирзов. МО Дмитриевское сельское поселение – это заводская и шоссейная. Логие улицы запроектированы. В этом году в декабре должны начаться работы по освещению по заводской. Дальше, по тротуару. Проблема действительно давняя, и мы не один год об этом говорим. Но в этом году земельные участки под тротуары сельское поселение передало АДГ и Автодор с тем, чтобы запроектировать и начать работы. Дальше вопрос поднимался по водоснабжению, то есть реконструкции водопроводных сетей. Мы действительно запроектировали под реконструкцию водопроводных сетей по программе комплексного развития. Но в связи с тем, что в 2023 году район вообще не участвует в данной программе, заявку мы подали на 2024 год. Вот 1 декабря мы должны подтвердить свое участие. Четыре населенных пункта – реконструкция водопроводных сетей и водопроводных башен. В Дмитриевском сельском поселении в следующем году будет завершена работа по новой амбулатории, полностью полустроенная, с необходимым оборудованием. В завершении своей встречи руководитель района призвал население более активно принимать участие в грантовых программах на развитии семейных ферм и поддержке начинающих фермеров.